Привет! Это Сергей Парховенко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней, истории в наших тарелках. Да, это возобновленный после двух лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Уже четвертый сезон. Два с половиной года идет война. И ничего важнее в нашей жизни быть не может. Но так много людей писали и говорили мне последние два года, что иногда нужно оглянуться вокруг, почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к жизни продолжаются даже в такое трагическое время. И я постепенно согласился, что «Суть еды» нужна опять, что надо и самому к ней вернуться, и вас позвать. Так что вот, теперь мы продолжаем. Сообщество любителей гастрономических историй три года назад собралось на странице нашего подкаста в Патреон. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Я очень благодарен всем тем, кто терпеливо ждал, когда же «Суть еды» вернется. Спасибо. Без вас я бы не справился. А теперь говорю и новым друзьям. Приходите на patreon.com. Слэш суд. Нижнее подчеркивание «еды». И присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Патреон, к сожалению, недоступен, для них есть теперь бусти. Погуглите «Бусти. Суть еды». Прямо русскими буквами. И все найдется. Присоединяйтесь и туда. Две недели назад, это был 72-й выпуск «Суть еды». Мы погрузились с вами в историю чипсов. Грандиозное, несмотря на всю свою простоту, явление в истории мировой гастрономии. И вообще человеческой цивилизации. Целая коммерческая революция вокруг этих чипсов разразилась. И эпопея бесконечных предпринимательских прорывов, успехов, открытий, катастроф, провалов. В общем, всяких коммерческих подвигов нам открылась. А теперь тоже вещь простая, но очень, так сказать, историческая. В ней много символизма, много особенного смысла, много ярких образов. И вот что интересно. Это история о том, как многие народы, разбросанные на огромных пространствах, в разных климатах, с разной исторической судьбой, совершали одни и те же открытия. Маленькие открытия, но важные и яркие. Переживали очень похожие озарения. Кажется, они учились друг у друга. Передавали друг другу секреты, умения. Но нет. Если приглядеться, гениальная идея рождалась много раз. Снова и снова. Здесь и там. Тогда и теперь. В разные времена. В разных странах. На разных языках. В общем, сегодня про бублик. Про крулингий такой. С дыркой. Замечательный советский поэт Николай Ильиников, трагическая фигура советской литературной истории, поразительного остроумия и остроты ума, в прямом смысле этого слова, человек, был большим ценителем и знатоком простых вещей. Это ему принадлежат буквально бессмертные строки. «Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных приспособлениях, о щипчиках для сахара, о монштуках для папирос, хвала тому, кто предложил печать и ставить на удостоверениях, кто к чайнику приделал крышечку и нос». Ну и так далее. Там еще много таких стров. Они, конечно, совершенно поразительны. А еще ему принадлежит отдельное стихотворение про простую вещь, к которой он, кажется, относился с особенным благоговением. И загадка этой вещи его особенно сильно волновала. Это фактически античная поэма, такая со всеми признаками эпоса, ну или высокой торжественной оды. «Бублик! О, бублик, созданный руками хлебопека! Ты сделан для еды, но назначение твое высоко. Ты с виду прост, но тайное твое строение сложней часов, великолепнее растения. Тебя пошляк дрожащую рукой разламывает, он спешит, ему не терпится, его кольцо твое страшит, и дырка знаменитая. Его томит, как тайна нераскрытая. А мы глядим на бублик и его простейшую фигуру, его старинную тысячелетнюю архитектуру. Мы силимся понять, мы вспоминаем, что же, что же, на что это в конце концов похоже, что значат эти искривления, окружность эта, эти пятна. Вообще, значение бублика нам непонятно». Ну, отчего же, собственно, непонятно? Значение бублика нам вполне понятно. Гастрономический смысл бублика очевиден. Это такая штука хлебная, в которой мало мякиша и много корочки. Это, собственно, задача, которую ставил перед собой пекарь. Люди любят похрустеть. Ну, окей, давай им дадим чего похрустеть, чтобы была, так сказать, повышенная пропорция в соотношениях поверхности, которая хрустит, и объема мягкого. Но для этого нужно специально укреплять поверхность, иначе тесто просто развалится. В бублике это делается интересным способом – обвариванием. После нескольких мгновений в кипятке, или на пару еще иногда бывает, поверхность теста покрывается такой пленкой, которая ему не дает развалиться, а к тому же потом создают такую особенную, блестящую, как будто лакированную корочку. Вообще, если говорить о технологии, о такой физико-химической природе процесса бубликообразования, то тут опять, как и с качеством любого хлеба, в очень значительной мере все определяется мукой, которая используется. Технология с обвариванием, она требует особой плотности теста, иначе сварится, как пельмень. На современном языке это означает, что требуется мука из пшеницы с особо высоким содержанием глютена. Ну, вы помните, что такое глютен, да? Это, собственно, тот самый эластичный такой белок, который еще в старинных наставлениях по китайской кулинарии назывался мускулом хлеба. В современном мире к таким вот высокоглютеновым сортам относят пшеницу, которая растет, например, в американском Среднем Западе или в Канаде. Ну, в Америке это какой-нибудь Канзас, Дакота, ну, вот примерно вот эти вот штаты. Или еще очень подходит итальянская пшеница. Она дает муку очень белую. Такая мука идет потом на пиццу, на чабату, на всякие такие тянучие сорта итальянского хлеба. Ну, вот дальше получается тесто плотное с относительно небольшим количеством воды. Оно традиционно довольно жесткое, неподатливое. Совершенно неудивительно, что в старинных бубличных пекарнях и в Европе, особенно в Польше, и вот теперь, например, в Америке, где пекут американскую версию бубликов, в бейглы, было принято месить тесто в буквальном смысле на габи. Поэтому неудивительно, что бублик очень быстро черствеющее изделие. В целом, он может считаться свежим, ну, в течение, скажем, четырех-пяти часов после того, как его испекли, не дольше. Это, опять же, особенно относится к традиционным вот этим американским бейглам. Их еще называют цементные пончики. Ну, во-первых, потому что они такого характерного серого цвета, потом, когда бейгл разрежут вдоль, пожарят на сковородке или в тостере, он меняется на такой очень привлекательный румянец, а в целом виде серый, да. Ну, и вот еще из-за способности черстветь буквально до каменного состояния, которое свойственно этим бубликам. Ну, вот варка этого теста в воде, она желатинизирует, как говорят ученые, крахмал, создает эту корочку. Это очень ответственная процедура. Если тесто останется в кипятке, скажем, больше, там, двух минут, то все. Это пельмени. А если случится недовар, то бублик просто не поднимется. Он останется плоским, плотным и, в общем, черствым с самого начала. Бублики вынимают из котла такой большой шумовкой, выкладывают на специальные противни или на деревянные лопаты. потом пекари дают булочкам немножко времени на просушку, ну, перед тем, как их отправить в печь. Некоторые охлаждают вот эти бубличные заготовки холодной водой. В любом случае, печка, в которой пекут бублики, там, биглы, она разогрета до более высокой температуры, чем обычная хлебная печь. Не такая раскаленная, как для пиццы, конечно, там вообще адская буквально температура, но жаркая должна быть. Бублики пекут с двух сторон. В середине выпекания переворачивают на под, то есть на пол печи, и в этот момент иногда еще подсыпают, чем там они должны быть посыпаны, маком, кунжутом, какими-нибудь семечками, чем еще, и примерно через полчаса они готовы, можно перекладывать их там в корзинку или в какой-нибудь ящик, упаковывать для продажи. Что это означает? Это означает, что бублик, ну, точнее, не бублик, а баранка, ближайший родственник бублика, собственно, это тот же самый бублик, только твердый, сухая его разновидность, баранка не имеет отношения к барану. Она на самом деле не баранка, а варенка. Вот эволюция слова так происходила в обратном порядке, если считать баранка, а перед этим был баранок, а перед этим обааринок, а еще перед этим обааринок, в польском языке обаарзанек, ну, вот так это, собственно, и произошло от процесса варения. Есть несколько распространенных фамилий, типа абаредов, например, ну, вот они происходят именно от этого обааринка, а не от, там, барина или от того же самого барана. Корее всего, в русский язык это слово двигалось с запада на восток. Из Польши, через Украину, через Белоруссию, и вот постепенно этот самый обаарзанек превращался в баранку. Ну, в общем, давайте договоримся, да, что семейство состоит из трех предметов, грубо говоря. Из бублика, самого мягкого и пышного, из промежуточного изделия под названием баранка пожестче и живущего подольше, в общем, предназначен для того, чтобы в чем-нибудь ее размачивать. Ну, и, соответственно, сушка, как и следует из ее названия, это такой противоположный экстремал, наоборот, специально высушенный с целью долгого хранения. Все они объединяются вот этим вот процессом с элементом варенья. Это для них, для всех одинаково характерно. Иногда, кстати, баранки и сушки пекут еще второй раз, то есть, закаливают при высокой температуре, чтобы уж они совсем были твердые. Что касается слова бублик, происходит от старославянского бубелл, в конечном счете от раннеславянского бубб, от которого также произошло польское слово бабелл, чешское слово бубелл, словацкое слово бублина. В общем, все эти слова обозначают простейшую вещь пузырь. В сущности, английское слово баблл, оно ровно так пузырем и переводится. В словаре далее, это у нас 1860-е годы, важное очень для нас, для всех лингвистическое издание, из которого много чего следует. Бублик описан как хлебное кольцо, кренгель, большой баранок, пшеничное тесто кольцом, сваренное в воде, а потом запеченное. Бублейница еще есть там рядом, женщина, пекущая бублики и торгующая ими. Но все-таки бублик буквально всемирное явление, не только какое-нибудь немецкое. И история его тоже всемирная. Видимо, надо начинать тут с имперского рима. Историки мировой гастрономии сходятся в том, что отчитывать бубличную эпопею следует с античного гастрономического явления под названием Буцелатум. Этот Буцелатум представлял собой основу стандартного солдатского пайка Римской империи. Кормежка в этой самой империи для армии была, как теперь мы понимаем, чудовищная, в буквальном смысле варварская. Конечно, воины Рима могли грабить в походах местное население. Это очень поощрялось. Отнимать у него местную еду. И, кстати, обогащая этими открытиями потом римскую кухню, она была довольно богатая для своих времен, потому что вбирала в себя гастрономические традиции всех тех земель, которые попадали, так сказать, под сапог римского солдата или под сандалию его. Солдаты Рима охотно этим грабежом занимались, но, кроме того, понятно, что они могли еще охотиться, если было время в походе, рыбу ловить, там, ягоды собирать. был очень скудный, в сущности ужасный. Он состоял из самого простого вина, а чаще всего даже не вина, это была смесь воды с уксусом. Добавляли еще в нее немножко меда или отвар из каких-нибудь трав, которые попадались, например, из мяты, все это называлось поска. Считалось, что уксус обеззараживает и очищает воду, потому что иногда приходилось пить из каких-то непроверенных колодцев, а то, может, просто из реки, из ручья, чуть не из болота. Еще было сало в каждом солдатском мешке или ранце. Именно не мясо, потому что мясо протухало на жаре в походе, а сало, оно еще как-то хранилось во влажной тряпочке. Это сало надо было предварительно отваривать на медленном огне довольно долго, до такого почти желеобразного состояния, нарезать толстыми ломтями. Называлось ларидо или лардо. Еще был очень твердый и сухой соленый козий сыр, кезо. Ну, может, еще в некоторых местах, особенно не удаляясь от родной базы в Италии, могло остаться у солдата немножко маслины и оливкового масла. И все. А дальше, вот, а дальше буцелатум. Буцелатум – это самые примитивные, твердые, сухие галеты. Наверное, их достоинство главное было в том, что они хранились очень долго. Они не крошились, будучи каменными, они не плесневели, не размокали в воде. Практически вечно продолжался их срок хранения. Эти галеты делались просто из муки и воды. Никакого яйца, никакого молока, никаких дрожжей, никаких семечек, орехов, специй, ничего. Ну, максимум немножко соли. Все. Галеты были очень грубые, очень жесткие, очень невкусные. Ну, зато их можно было крошить в любую жидкость. Хоть в суп, хоть в вино, хоть в молоко, хоть в этот вот жуткий уксусный напиток, который им выдавали. Ну, в общем, смотря что удавалось раздобыть. Ну, ничего не удавалось раздобыть, значит, просто в воду. Ну, и тогда это превращалось там в какую-то кашу, которую можно было считать уже более или менее едой. Буцелатум играл такую мощную роль в армейской жизни, был таким символом, что вот в позднем Риме появились даже буцеларии. Это такие формирования элитных римских войск в поздней античности. Это Римская империя 3-4 века н.э. под самый конец Рима и его величия. Ну, и в том, что образовалось на обломках этой империи уже 5-6 век нашей эры. Вот название этих буцелариев происходит ровно от буцелатума, от множественного числа, в буквальном смысле означает «едок печенья», тот, кто ест вот эти галеты. Буцеларии были довольно знаменитые, их нанимали на позднем этапе из всяких варварских племен, где были очень хорошие воины, там, готы, гунны, персы даже, получали высокую зарплату, были вооружены самым качественным по тем временам вооружением. Ну, некоторые считают, что это уже была не вполне регулярная армия, а это были такие солдаты удачи, наемники античных времен. Буцелатум существовал в двух форматах, более или менее одновременно и более или менее равноправно. Это были либо просто такие круглые, толстенькие печенья, которые накалывали палочкой во многих местах, они были такие с дырочками или там с ямками, или это были печенья в виде колечек с большой дыркой посередине. Вот этот второй вариант, это и есть, конечно, самый древний предшественник Бублика. Ну, точнее, конечно, сушки, а не Бублика, что он был очень жесткий, его надо было там разгрызать, раскалывать, размачивать. И похоже, что вот этот армейский походный римский хлеб стал прообразом первых церковных облаток, таких просфор, которые использовались в христианских обрядах, прежде всего в обряде причастия, такой специальный хлеб, означающий тело Христа. Есть все основания считать, что тот самый хлеб, который лежал на столе перед Христом и апостолами во время Тайной Вечери, ну, для тех, кто верит, что Тайная Вечеря была, он был испечен тоже в виде кольца, в виде венка, но он был достаточно большой, такой, чтобы его можно было разломать, разделить на несколько человек, которые сидели за общей трапезой. И он обозначал в увеличенном виде вот эту самую просфору, точнее, то, что потом стало этой просфорой. Может быть, вы помните выпуск «Сути еды» про круассаны. Мы там исследовали историю разного хлеба в форме полумесяца, таких предшественников круассанов из слоеного теста. И мы там тоже обнаружили, что в очень ранние библейские времена можно было найти вот эти лунообразные, серпообразные хлеба и хлебцы в самых разных обстоятельствах. Даже были изображения вот этих древних рогаликов, которые встречаются на ранних христианских фресках и иконах, в том числе там, где стол Тайной вечери можно везти. Вот это конкурирующая с бубликом версия. Хотя, кто его знает, вот эти кривые рогалики, это самостоятельные, как бы выпеченные в такой форме булки, или это просто бублик кольцеобразный, который разломан на несколько частей. Вполне может быть, очень логично звучит, между прочим. То есть, вот этот первичный бублик потом стал ранней христианской просфорой, и хотя довольно быстро хлеб для обрядовых целей стал более простой формы. Это стали кругленькие вот эти обладки, или такие кругленькие булочки, как бы, с печатью обычно какой-нибудь сверху. Но многие монастыри и в Святой Земле, и в Европе продолжали выпекать постные кольца из теста, разумеется, без жира, без яиц, без сахара. И этот хлеб прекрасно подходил для Великого Поста, не только для, так сказать, ритуальных целей. Со временем рецепт вышел за стены монастырей, перешел к обычным, так сказать, мерзким пекарям. Но между тем, давайте заметим, что вот в этом самом римском буцелатуме исходном и в его первых воплощениях в обрядовый хлеб первых ранних христиан, там нет пока главного родового признака бубликов. Там нет или обваривать, а потом печь. И когда исследователи мировой гастрономии пытаются задаться этим вопросом, а собственно, когда же появился вот этот процесс, они в поисках древнейшего бублика и прародителя всего бублично-бараночного рода обращаются в Китай. Это вообще последнее время стало очень модным поступком, почти такой рефлекторный метод исторических исследований, искать корни всего, чего не попадя, цивилизация к Древнему Востоку, в Китае, в Индии, потом прослеживать путешествия тамошних открытий в Европу. Ну, что сказать, цивилизации это были в самом деле древние, традиции там сохраняются в веках очень надежно, потому что письменность давно существует, попадаются всякие старые хорошо сохранившиеся письменные источники, особенно, опять-таки, во всяких монастырях, так что там есть, что изучать. Ну и вот объект, вокруг которого было высказано много всяких интересных предположений относительно его роли в истории бубликов, он нашелся. Это традиционный хлеб, который называется гирденан. Он характерен до сих пор для западных, северо-западных районов Китая, для Синьцзяна, для мусульманского региона на северо-западе современного Китая, там, где уйгурская цивилизация. У них, кстати, очень интересная гастрономическая традиция на стыке навыков Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Среднего Востока. Очень все богато и здорово. Ну и к тому же это регион, где проходил Великий Шелковый Путь. Всякие древние царства Центральной Азии тоже были совсем рядом. И, значит, вполне вероятно, что именно отсюда могли постепенно направляться в Европу все эти азиатские диковины. Гирденан очень похож на бублик. Он пухленький, кругленький. Ну, только дырка у него в середине не сквозная. Она сохраняет как бы такую тоненькую перепонку из корочки ближе к дну. Такие вот недобублики варят сначала на пару, иногда в кипятке прямо, потом выпекают тандыри. Первые часы они очень мягкие, хрустящие снаружи, пушистые внутри, все как полагается, быстро черствеют, каменеют, отлично подходят для употребления в дальнем путешествии. Тогда можно их ломать, окунать там в суп из баранины или в чай, во что хотите. На самом деле, если вы когда-нибудь видели традиционную узбекскую лепешку, хорошую, особенно небольшого формата, в ней тоже есть некоторый намек на бубликовость. У нее же такое, да, пухлое кольцо по окружности, а в середине тонкий слой теста. Он еще расплющен специально руками, иногда даже пропечатан специальным штампом с иголками. Иногда эта дырка оказывается сквозной, если лепешку пекут в тандыре и прилепляют ее там к горячим стенкам, а потом наружу извлекают с помощью металлического крючка, которым, собственно, протыкают в середине. Ну, вот отсюда пошла гипотеза. Это и есть происхождение европейских бубликов. Они пошли из Китая, потом прошли через Центральную Азию в виде лепешек и вот, наконец, пришли к нам. На самом деле, никакой связи, похоже, нет. Не существует никаких в итоге письменных свидетельств, которые подтверждают теорию о том, что бублик имеет китайское происхождение. И вот есть такая замечательная американо-британская журналистка, она работает на BBC, ее зовут Мария Болинска, она, вообще-то, польского происхождения. Она автор очень веселый и увлекательно написанный, но тем не менее очень серьезно подготовленный в историческом плане. Книжки, которая называется «Бублик. Удивительная история скромного хлеба». И вот она там пишет. Так же, как было показано, что итальянские макароны появились еще до китайских путешествий Марка Пола. Так и Герденан и его предки, вероятно, имеют не больше общего с бубликом, чем тот очень интересный и обнадеживающий факт, что люди имеют тенденцию в разных частях света совершать одни и те же открытия и создавать подобные продукты. Да, вот это важная очень мысль в разных частях света. Приходят людям, целым народам одни и те же идеи относительно того, что можно, ну вот, например, из теста слепить и получится, колечко будет красиво, вкусно, многозначительно, символично и очень у многих народов, во всех без исключения религиях. Есть образ круга, который очень способствует этим изобретениям в данном случае. Кольцо означает всегда нечто очень важное. Оно отражает идею времени, бесконечности жизни, возобновления из поколения в поколение, неразрывности эпох и всякое такое. Можно нагрузить всякими символическими смыслами это колечко обвесить со всех сторон. И очень яркая иллюстрация этого это традиция того, что называется как или какка в разных языках, чуть по-разному звучит это слово, у множества народов Востока, Арабского мира, Северной Африки. Вообще это слово означает ну как бы печенье в широком смысле, в самых разных его видах. И может относиться вообще ко всему, что можно вытащить из печки, а перед этим слепить из муки и воды, ну добавив туда что-нибудь полезное. К этому типу вот этих произведений из муки могут относиться самые разные виды действительно печений. Вот, например, в истории про финики совсем недавно мы говорили с вами про мамуль, такое своеобразное печенье из муки или из манки с начинкой из перемолотых фиников или из всяких других сухофруктов, орехов, меда, традиционно пекут его и едят в пору Рамадана великого мусульманского поста, чтобы, собственно, выходить из постного времени, постепенно, так сказать, опять начинать есть, но вот этот мамуль, он тоже как? Он относится к этому уже типу. Формы может быть очень разные, могут быть плоские лепешечки, могут быть кругленькие шарики, могут быть такие приплюснутые продолговатые пирожки, могут быть колечки. Вот да, колечки, существует огромное количество всяких колечек из теста в арабской традиции. И колечки бывают разные, иногда относительно крупные, так что можно прямо в руке держать, тогда их покрывают кунжутом или вот тем, что называют, скажем, в Средней Азии чернушка, ну, в смысле, вот этим семенем нигеллы, еще какими-нибудь украшениями, семечками, орехами, в качестве разрыхлителя используют самые разные вещи, то дрожжи, то всякие предварительно забродившие закваски, то соду добывают, то, например, какой-то делают ферментированный толченый горох, нут, и такие кольца повсюду, от Пакистана до Марокко продают уличные торговцы, обычно их едят или просто на ходу в качестве такой торопливой закуски, в перерыве где-то между работой, или на завтрак со специями, например, очень популярен зоотар, такая смесь молотого кориандра, перца, куркумы и всяких специй с кунжутом, в Восточном Иерусалиме такое вот как продают, едят вместе с крутыми яйцами и с фалафелем, и этот вот иерусалимский бублик считается уникальной местной гастрономической достопримечательностью вот в палестинских кварталах, не еврейских, в Ливане бублики сладкие, они тоже с кунжутом, но их еще иногда украшают глазурью из молока с сахарной пудрой, в Тунисе, в Египте тоже сладкая версия, из бездрожжевого теста, но зато с миндалем, с грецким орехом, еще с чем-нибудь прекрасным, с фисташками, например. Арабские христиане в Сирии, в том же Ливане, в Палестине, опять-таки, едят сладкие бублики на Пасху, и бублик там символизирует терновый венец, иногда его даже так и лепят, как бы с торчащими в разные стороны по кругу такими защипанными колючками, ну или могут воткнуть миндалины, или еще какие-нибудь орехи, или семечки по кругу, по счету, чтобы получилось 12 апостолов. В Ираке больше похоже на пончики, такие маленькие, толстенькие, бублики, с почти тоже заплывшей дыркой посередине, посыпанной кунжутом, но иногда они бывают и с изюмом, и с миндалем, и с финиками, и с яблоком бывают. Все это рецепты с очень древней историей. Самый старый, известный арабский кулинарный книг, это сборник 13 века, называется Китаб Аль Вуслах Илаль Хабиб, переводится примерно как Книга мудрости, оставленных Хабибом. Кто это Хабиб? Так и осталось неизвестным, наверное, какой-нибудь средневековый арабский собиратель, повар. Там приведено 635 разных рецептов, очень богатое собрание для средневековой книги. Три из них это бублики разного типа с разными украшениями. Это, кстати, замечательная книга, которая одновременно оказалась и научным трактатом, который посвящен был силе и важности ароматов, именно не вкусов, а ароматов, запахов в гастрономическом искусстве. В нем очень подробно разобраны всякие специи, пряности и способы их применения и традиции их использования на Древнем Востоке. Совсем недавно, в 2017 году, эта книга вышла в современном переводе замечательный гастрономический критик и историк арабской гастрономии по имени Чарльз Перри живет в Калифорнии в Соединенных Штатах. Все это перевел, переложил истолковал. Вдруг когда-нибудь где-нибудь вам попадется или в интернете найдете. Ну, самый знаменитый восточный бублик и может быть самый распространенный в мире, если иметь в виду плотность населения, это турецкий бублик с кунжутом. Всем знакомый, любимый, известный, называется симит. Он всегда с кунжутом, да. Он загорелый, хрустящий снаружи. Он продается горячим или очень горячим, о чем торговцы на улице имеют обыкновение истошно орать. Чаще всего в Турции симит можно видеть на уличном лотке или на таком специальном широком деревянном подносе. Торговцы в разнос его продают, носят на голове, так что видно издалека. Когда видишь гору этих симитов, поражает необыкновенная точность, выверенность их цвета. Они совершенно одинаковые у всех бубликов на подносе. как бы не была велика эта гора, практически не отличаются по степени поджаристости, очень редко можно видеть слегка подгорелый симит. А секрет очень простой. Дело в том, что слепленный бублик окунают сначала в разбавленную водой виноградную патоку, такой вареный виноградный сироп, а потом в плоскую миску с кунжутом, и вот кунжут в итоге отлично держится, бублик получается идеальной румяности из-за вот этой поливки. По легенде в древние времена Османской империи цвет этих симитов промеряли по эталону, а эталоном служила султанская золотая монета, по возможности старая, такая вот уже видавшая виды, потемневшая. Вот такой должен был быть правильный симит. От привычных нам бубликов, нам, европейцам, эти симиты отличаются более рыхлым мякишем, корочка у них не блестит, она матовая, не такая, как у бублика. Ну и, конечно, это абсолютная туристическая достопримечательность того же Стамбула, это такой маст-ду, действительно, и обязательно надо с утра догнать на улице торговца бубликами с лотком, пока они еще горячие, съесть, просто так, запивая чаем, или, если все-таки донесете до дома, или до какого-нибудь кафе, то с сыром, с помидором, с вареньем можно намазать, можно разрезать доль, заткнуть туда фалафель, предварительно его размяв, или какую-нибудь тонко нарезанную бастурму из сыровяльной говядины, в общем, миллион вариантов, все прекрасны, впрочем, это не только в Стамбуле, есть мнение, и широко распространенное мнение, что лучшие турецкие бублики в Анкаре, это административная столица Турции, как вы знаете, они там чуть тоньше, они сильнее хрустят, и в этой Анкаре, еще в некоторых районах Турции, они называются Геврек, что, собственно, означает хрустящий, в Болгарии, кстати, тоже они называются именно так, еще один важный центр турецких симитов, Измир, и это само по себе стало поводом для больших международных разногласий, потому что, как мы помним, Измир долгие века назывался Смирна, был греческим городом, и греки, еще армяне, в значительной мере, тут преобладали. Пока не случилась катастрофа 1922 года, она так и называется в греческой истории, война греко-турецкая, греческая армия отступала под натиском турок, и вот отступала, собственно, в сторону Смирны, из Смирны эвакуировалась, но оставила много беженцев и местных жителей, христиан, над ними турецкая армия во главе с Ататюрком устроила страшную резню. Вот считается, что именно греческие булочники прославили Смирну, а теперь Измир, этими бубликами, которые правильно называть вовсе не Симитом, а Кулури. Кулури – это те же самые бублики, совершенно такие же, только с греческим именем. До сих пор Кулури – такой же характерный атрибут Греции, как и Турции. Внешне их практически не отличить, рецептура совершенно одинаковая, размер, цвет – все такое же, но только, ради бога, не говорите этого ни туркам, ни грекам, они очень обижаются. Тут как с кофе, знаете, не дай богу, в Греции прийти в кафе попросить турецкого кофе или в Турции попросить греческого, вас просто выгонят немедленно. Но вот в Европе, например, в Англии довольно часто, если вы видите в продаже эти вот восточные бублики, то используется именно греческое наименование Кулури. По разным балканским странам в Сербии, в Болгарии, в Боснии можно встретить очень похожие тоже бублики, в Румынии даже. Они там отдельный великатес, очень ими румын гордятся, называется коврик на их румынском языке. В Армении они есть, называется бокег. Есть подтвержденные архивные источники, например, переписи товаров и цен на Стамбульском базаре. Они датированы 1525 годом. И Симит там есть. Еще есть очень интересный источник, специальные протоколы суда одного из стамбульских районов, района под названием Ускюдар, это район на азиатской стороне Босфора, прямо напротив исторического центра Стамбула, напротив Святой Софии. Вот, эти судебные протоколы датируются 1593 годом, конец 16 века. Там был зафиксирован стандартный вес Симита, его разрешенная цена, вилка цен, точнее, от и до. Есть очень интересная историческая фигура турецкая, такой профессиональный путешественник, исследователь, автор первых путеводителей древних под названием Эвлия Челеби. Он исходил, изъездил всю Османскую империю, а потом всю Европу за 40 лет своих странствий, в середине 17 века это все происходило, то есть 1600 какие-то годы. И вот в 1630-е годы он писал, что в Стамбуле было 70 пекарен, где непрерывно пекли для уличных торговцев эти Симиты. Так что, как видите, большая индустрия еще в те времена, когда туризм не особенно, прямо скажем, был развит, хотя европейцы уже тогда в Стамбул забредали. Через минуту продолжим, а пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории, а вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по мандажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня бы ничего не получилось. Так что, без вас я просто не смогу эту работу продолжать, тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать суть еды вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал, канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает суть еды. А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty из-за себя, из-за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. Patreon.com slash суд нижнее подчеркивание еды или Boosty.tu slash Сергей Пархоменко. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Мы, конечно, можем пообсуждать правдоподобность теории о том, что вот изначальным центром распространения всего этого какха всех этих дырчатых и бубличатых арабских восточных изделий была иудея, то есть римская колония на Ближнем Востоке, где имели хождение все эти армейские буцеллатумы, вот, дескать, не от римских ли колонизаторов все научились, иудеи, и арабы, формовать эти свои хлебцы и печенья в виде колечек, но давайте будем справедливыми и рассудительными. Профессия историка нас заставляет сказать, это вряд ли, ничего особенного уникального в этом нет, пристрастие к наделению круга и кольца особым смыслом было у всех, так что, скорее всего, открытие и развитие традиций происходило параллельно у многих народов, а технология вот этой предварительной варки на пару или в кипятке, она пришла на ум поварам в разных странах одновременно, потому что они решали вот эту техническую задачу, как сделать так, чтобы не разваливалось. И вот в чем точно не было бы ничего удивительного, это если бы эти восточные сладости, которые так широко распространились в арабском мире, не поехали бы в конце концов на запад, потому что мода европейская средних веков заключалась в том, чтобы с большим вниманием и с большим любопытством относиться ко всяким арабским восточным вековинам. Они находили очень благодарный прием в Европе, особенно в Южной Европе, быстро по всей Европе расходились, ну, видоизменяясь на ходу. Мы этот процесс наблюдаем достаточно часто. Ну, например, помните, был длинный рассказ, кто не слышал, очень советую послушать, выпуск про традицию вина со специями, того, что в средние века называлось ипокрас, потом мулдвайн, мы теперь это называем там глинтвейн или глюхвайн, или еще как-нибудь, вот разное горячее вино, сдобренное разными специями и пряностями, и эта традиция путешествовала из античного мира в арабские страны, на восток, потом вернулась обратно в Европу, вот это возвратно-поступательное движение туда-сюда, оно очень часто встречалось. Были еще другие, более яркие примеры, ну, например, мне очень нравится история про красный перец, тоже, кстати, у нас была отдельная серия в сути еды про это, про перец чили. Он сначала приехал в Европу из Америки с конкистадорами и с первооткрывателями нового света, и через Европу пролетел насквозь, фактически не задержавшись и почти никого там не заинтересовав. Влетел в Азию, там укоренился, там ярко расцвел в гастрономических традициях разных стран, которым очень пришлось по вкусу, что можно делать еду острой, и вот уже оттуда вернулся назад вместе со всякими другими экзотическими специями. Похоже, что мы тут имеем аналогичную историю, и вот в отличие от воображаемого китайского пути, где не нашлось никаких письменных свидетельств, тут есть ясные документальные подтверждения, начиная с X века и до самой эпохи Возрождения, вот это время, когда арабские купцы устроили целую экспансию в Европу, и в целом воротами Европы чаще всего оказывалась Южная Италия, Сицилия, это традиционно был такой мост, через который в Европу проникали всякие достижения арабской и ближневосточной цивилизации, это неудивительно, посмотрите на карту, там до Африки совсем близко, и сегодня мы видим, как разного рода беженцы, нелегальные иммигранты ровно этим же путем пользуются, пытаясь переплыть из Ливии или из Туниса в ту же самую Италию. И вот одной из точек проникновения стал оживленный порт в Апулии, там портов было несколько, но самым активным был порт Бари, этот город существует до сих пор, правда он в основном теперь не столько коммерческий и портовый, сколько курортный, но следы тем не менее остались. Бари на протяжении нескольких веков был очень важным местом, это было такое место встречи для христианских паломников, которые отправлялись в Святую Землю, и для еврейских ученых, которые наоборот пребывали в Европу, и для купцов всех происхождений, для арабов, для христиан, для евреев, и Апулия была домом, между прочим, для очень многочисленной еврейской общины, самой ранней, в 9-10 веке, вот в Риме было большое еврейское сообщество, и вот в этой самой южной Италии, в Апулии, недалеко от Бари и окружающих городков, например, там был, он есть тоже до сих пор, городок под названием Ория, в самом центре вот этого каблука от итальянского сапога, очень красивый, старый город, ну, теперь абсолютно католический, весь утыканный соборами и монастырями, но в свое время он был важнейшим еврейским центром, и вот оттуда арабские сладости, в том числе всякие этот кольцеобразные Каакх, пошли с одной стороны по еврейским общинам, а с другой просто по дорогам Южной Италии, на север, наверх, вот там, в Апулии, в Калабрии, в Базиликате появилась очень интересная явление, которое вы можете видеть до сих пор, можете им насладиться, это очень вкусно, я бы сказал, очень веселая еда, называется Тарали, это такие сушкоподобные, кругленькие, итальянские, такие хлебцы, из пресного теста, их тоже в процессе приготовления надо слегка поварить в кипятке, а только потом печь, от сушек они отличаются тем, что они не просто замкнуты в колечко, они такой как бы завиток, у них кончики наложены друг на друга, обычно эти Тарали такого размера, что вот веревочку из теста, обматывают вокруг двух пальцев, получается сушка диаметром там сантиметров пять, бывают еще Таралинии маленькие, это когда вокруг одного пальца, это полтора-два сантиметра, продается до сих пор в Южной Италии, вообще совсем повсюду, просто в Италии много где, большими пакетами, обычно солененькие, по текстуре это похоже на традиционные итальянские хлебные палочки, вот на все эти гриссини, они довольно легкие, пористые, рассыпчатые, легко разгрызаются, в отличие от привычных наших сушек, которые надо там в кулаке ломать и не всегда сразу сломаешь, могут быть и сладкие, иногда глазируют их сахаром, бывает острый вариант с луком, с чесноком, с кунжутом, с маком, с фенхелем, с перцем, с чили, ну или просто там с крупной солью, часто их макают в вино, последнее время в Штатах просто бум на эти итальянские сушечки рассыпчатые и спрос резко вырос, особенно вариант с оливковым маслом, с солью и с кусочками оливок, такой супер итальянский, потому что это идеальная альтернатива вот этим самым картофельным чипсам, про который мы недавно рассказывали, и многие бары и кафе американские стали в борьбе за здоровый образ жизни закупать в качестве альтернативной закуски всяким коктейлям, те, кто не хочет жирных чипсов, те вот грызут эти сухие итальянские сушечки. Более позднее время, уже в эпоху Возрождения, 15-16 века, пшеничный хлеб в форме кольца, собственно, в форме бублика, ели по всему итальянскому полуострову. И книги рецептов тогдашние показывают, что существовало явление, которое называлось брацателли, от итальянского слова браслет, или чьямбелли. Вот чьямбелли, это, собственно, бублик по-итальянски, один в один, вареный, сенела, вот такой, как мы его себе представляем. Они были очень распространены не только на юге, но и по всей Италии, и в северной части, там, в Феррари, в Болонии, в Тоскане тоже. Вот есть, например, довольно известный женский доминиканский монастырь Сан-Тамазо в Перудже, там сохранилась большая библиотека, и в книгах этого монастыря писала такая Мария Виттория де ла Верде, автор многих рецептов монастырских, что она придумала утопленную циамбеллу из муки, дрожжей, соли, сахара и аниса. Почему утопленную? Потому что надо было ее топить, топить в воде перед выпечкой. Вот почему утоплено. В Феррари был такой управляющий при дворе герцога Фесты, герцоги Эсты, собственно, правили этим итальянским регионам на протяжении долгого времени. Управляющего звали Христофора де Массибуга. Он записал рецепт брацателе ди латте молочных браслетиков. Рецепт состоял из муки, из розовой воды, с молоком, с сахаром, с яйцами, с маслом. И эти бублики надо было, он прям так и писал, варить в воде до тех пор, пока они не всплывут на поверхность, зачерпывать, промывать в холодной воде и потом запекать. На гравюрах, на рисунках того времени, где изображены всякие рынки, ярмарки, и народные праздники и прочее. Это был популярный вполне, как мы знаем, сюжет для тогдашних живописцев. Можно много чего заметить из этой бубличной культуры. Даже специальные корзины для бубликов, называется чанбелли, у них были внутри корзины такие деревянные спицы, чтобы бублики нанизывать, чтобы они там не мялись, не ломались, а содержались в порядке, пока их несут на базар. И, приглядевшись к той же живописи, мы понимаем, что люди относились к этому не как к хлебу. То есть, это не был продукт питания. Это сразу было развлечение, это было лакомство, баловство, угощение. Особенно, конечно, сладкие вот эти чанбелли, сахарные, молочные глазури. Их очень любили, прежде всего, как детское угощение, потому что легко держать в руке, легко откусывать, легко играть с ними. Есть знаменитый портрет трехлетнего принца Франческо Мария Медичи, который написал в 17 веке Юстус Сустерманс. Портрет этот можно видеть в Палаце Пити во Флоренции. Там стоит маленький мальчик в роскошном шелковом платье, тогда мальчиков и девочек одевали фактически одинаково, в роскошном шелковом платье, держит в левой руке бублик. И так, похоже, по позе, вообще, это очень живая картина, очень такой портрет наполненный душой этого ребенка. Так это выглядит, что вот ему дали этот бублик, чтобы он согласился постоять и попозировать. И вот он нетерпеливый такой стоит с этим бубликом и не откусывает еще пока. Есть живопись посерьезнее. Есть знаменитая Мадонна де ла Папа флорентийского художника Лоренцо Липи. Она еще называется Мадонна с младенцем маленьким апостолом Иоанном. И вот там младенец Иисус держит такой бублик в руке. И это очень знаменательная картина, потому что считается, что она особенно ярко отражает тенденцию, которая появилась в 17 веке, изображать святое семейство в каком-то человеческом, бытовом фактическом облике, чтобы подчеркнуть, что это не просто божества, но еще в них есть простое человеческое начало. И, собственно, Чамбелла это и символизирует. Вот, да, ребенок любит сушку и грызет ее. Хотя понятно, что там эта Чамбелла, она оказывается еще и такой рифмой на нимб, над головой Иисуса, как бы повторяет эту же идею. Ну и вот традиция производства этих бубликов и этих баранок, и этих совсем сухих сушек в виде этих таролини, она быстро довольно продвигалась по Италии, с юга на север, там уж недалеко до Южных Альп, до Тироля, до Баварии, вот уже в Германии, и вот уже там все это превращается в эти крендели и прецели, как мы это описывали в самом начале. И вот столица настоящего европейского бублика. Она быстро нашлась и расположилась она недалеко. Она расположилась в Кракове, в королевской столице Польши. Столица она была с 11 века и до конца 18-го, пока эта часть Польши после очередного раздела не оказалась под властью австрийской корон. Одно свое столичное наименование Краков точно сохранил и поныне. Он до сих пор столица европейской бубличной традиции и бубличной индустрии. У нас нет твердого знания о том, в каком точно году и по какой точно дороге, через какие точно ворота вошел бублик под польским названием Обварзанек в Краков. Ну, нет у историков этих свидетельств. Но есть предположения. Во-первых, гастрономические нововведения часто приходили в Польшу с запада, то есть из Германии. Ну, вот, собственно, из страны прецелей и кренделей, где параллельно производились и бублики. Но немцы были не единственными эмигрантами в Кракове в средние века, на которых обращали внимание и которых поощряли польские короли. Они, в общем, это был редкий случай для тогдашней Европы, хорошо, лояльно относились к еврейским ремесленникам, к еврейским торговцам, разрешали им открывать магазины в своем королевском городе и всякие лавочки, мастерские. И большинство еврейских переселенцев тоже приехали в Польшу, в Краков из немецких городов. Вполне вероятно, что именно с ними пришел этот рецепт и эта кулинарная традиция, потому что твердо известно, что крендели и бублики входили в еврейский кулинарный репертуар. Есть в еврейских документах еще 13 века упоминания о них. И эксперты считают, что вот слово «бейгл», распространенное особенно в Америке сегодня, оно происходит из идишского слова «бейген», то есть «гнутый», «согнутый». В свою очередь произошло от немецкого слова «бог», которое то же самое означает в средне-верхне-немецком языке. Ну и дальше есть всякие легенды. В Германии, в Польше есть легенда о неком городе-княжестве в Пруссии. И дело там происходит то ли в 9-м, то ли в 10-м веке, и там произошла довольно мрачная история. Еще раз обращаю ваше внимание, это не Польша, где к евреям относились хорошо, это Германия, где к ним относились плохо. И это как раз то самое время, когда общины евреев-ашкеназов начали расселяться по Восточной Европе, по территории нынешней Германии, особенно в Восточной Германии и в Польше. И согласно этой легенде, в Пруссии отношение к евреям дошло до того, что многие христиане в некоторых городках и княжествах настаивали на том, чтобы евреям было запрещено прикасаться к хлебу в любом его виде, поскольку хлеб был символом тела Христова, а вот на еврейский народ фанатики готовы были возложить вину за казнь Иисуса. Его, значит, наказание не дадим им хлеба. И христианская толпа готова была напасть на любого еврея, который имел наглость печь хлеб или покупать хлеб, или просто нести хлеб по улице. Но вот нашелся в Пруссии, в одном из городов княжеств, достаточно разумный правитель, который понимал, что ни к чему хорошему этот фанатизм не приведет, и он постановил вот что, что хлебом должно называться то, что испечено в печи. Ну и тут несчастные евреи в неволе поняли этот намек, немедленно изобрели способ, как изготовить хлеб без выпечки. Они начали варить свои булки, и в результате у них стало получаться что-то вроде бубликов. Первое время, чтобы соблюсти строгое правило, они их там немножко поджаривали над огнем, на решетке или просто даже на вертеле, отсюда дырка в середине. Потом постепенно, когда все утихло, стали запекать в печке после того, как сварили. Но уже рецепт появился и уже пользовался успехом. В европейской еврейской традиции, то есть, среди, собственно, ашкинастских евреев в Восточной Европе, традиция бубликов в итоге оказалась очень важной, и мы можем вспомнить в качестве иллюстрации, например, учение Исраэля Бен-Элизера, его еще называют Бал Шемтоф, это, собственно, еврейский мистик и целительный, мудрец, который считается основателем хасидского иудаизма. Он сочинял притчи, которые потом много-много лет за ним пересказывали, и среди множества притч Бал Шемтова и всяких поучительных историй, которые входят в его литературное наследие, в его учения, есть притча о евреи, который упал с лодки в реку и стал тонуть. И вот он тонет и видит толпу прохожих на берегу, стал звать на помощь, они не откликаются, тогда он им бросил все, что у него с собой было. А был у него бублик в кармане, размокший уже, он же в воду упал, и вот он этот размокший бублик им бросил на берег. Они его, язычники эти, подобрали и тут заметили этого тонущего и спасли. И вот притча, собственно, о том, что если ты хочешь добиться помощи и дружбы, людей, вообще хорошего к себе отношения, то не нужно стесняться делиться с ними даже последним куском, даже самым скромным подарком, даже вот мокрым бубликом, и то можно поделиться. Первое известное письменное, серьезное, протокольное упоминание о польском бублике приведено в очень многих современных источниках, оно очень популярное. Вот есть, например, книга историка Марии Дымбинской «Еда и напитки в средневековой Польше», издана она в Америке, в Пенсильванском университете в Филадельфии, она тоже приводит этот документ. Этот документ хрестоматийный, он датирован 2 марта 1394 года. Это опись продовольственных закупок при дворе короля Владислава II Егайла, его супруги королевы Едвиги, и там написано «Куплены циркули», то есть кольца, собственно, «Куплены циркули, уплачен один грош». Сто лет спустя, 1496 год, король Польши Ян I Ольбрехт предоставил гильдии пекарей тогдашней польской столицы города Кракова монополию на выпечку белого хлеба, и там специально были упомянуты обварзамки. И эта монополия была началом сложной процедуры разработки всяких коммерческих правил конкуренции и сосуществования всего этого громадного цеха пекарей в городе. По тем временам это был большой город, густонаселенный, и эта вся история просуществовала, как ни поразительно, 450 лет до середины XIX века. Еще сто лет, и вот положение обобщения города Кракова в 1610 году, и тут в разделе, который посвящен деятельности разных ремесленных гильдий, в том числе профессионального объединения пекарей и булочников, упоминается уже совершенно общеизвестное, твердо устоявшееся наименование Обварзамек Краковский или Обарзамек Краковский. Ну, это тот самый обваренок, то есть, собственно, Бублик и есть. Тогда же, в 1611 году, Краковская гильдия пекарей издала специальный такой внутренний указ, распоряжение, который разрешал регулировать продажу этих обварзанок внутри города и предоставлял право гильдии выбирать тех пекарей, которые имели право их продавать. Только в 1802 году, через 200 лет, процедура стала немножко более демократичной и, наконец, появилось внутреннее опять-таки распоряжение, что это определяется жребием, что, в принципе, любой пекарь может печь эти обварзанки, но надо вытащить счастливый жребий. И только еще через 50 лет отменили уже и жребий, любой желающий смог их выпекать. В общем, из этого всего мы видим, до какой степени важна была эта продукция, раз вокруг нее шли такие специальные битвы, потому что действительно большой кусок городской экономики и ее благополучие строился на этом. Но, кстати, все это время сохранялся строгий регламент контроля за торговлей и за качеством, и продаваться этот обварзание краковский должен был только в специальных уличных лавочках. лавочки обязаны были открываться не поздней шести утра, чтобы жители Кракова всегда могли купить свежий бублик рано утром, и гильдия следила за тем, чтобы там не обвешивали, чтобы они были стандартного размера, и чтобы они были правильного состава, и была постоянно назначена комиссия из восьми членов этой гильдии, которые регулярно ходили по городу с рейдами, с проверками. Ну вот, этот самый обварзание краковский продается и сегодня, опять, с тележек, с ярмарочных стендов, в магазинах, в пекарнях, как угодно, важная достопримечательность Краковой, вообще этой части Польши, в большой праздничный или ярмарочный день, когда в Кракове работает центральный рынок, там продают до 150 тысяч бубликов за один день. И бублик этот отличается от всех остальных тем, что тесто представляет собой как бы такой переплетенный скрученный жгут из нескольких более тонких перекрученных таких шнуров и там добиваются особенно яркого контраста между очень хрустящей корочкой и очень влажным и мягким этим мякишем внутри. Тоже посыпают солью, маком или вот на восточный манер кунжутом, но бывает и с травами, и с разными семечками, и с перцем черным, красным, с сыром, с луком, с чем ходить. И заявка Польши на регистрацию этого самого краковского бублика, об варзаниха краковского в качестве товара, контролируемого по происхождению, была принята в 2010 году, был составлен большой документ на эту тему, закреплен Комиссией Европейского Союза специальным постановлением, было указано, как он выглядит, что у него внутри, какого он веса, и в общем все, описаны все вот эти документы, которые мы здесь с вами перечислили, когда, что, когда, чего закрепили, когда, чего постановили, все это есть, это теперь гастрономическая традиция, которая официально закреплена в европейских документах, самый породистый бублик Европы, так что с этим не пошутишь. Вот получается, что распространение этой традиции происходило как бы по кругу, откуда-то из восточных, южных стран, в том числе из Палестины, через Арабский Восток, обратно в Южную Европу, потом на Север, ну и потом опять на Восток. Интересно, что особенно далеко на Запад, ни во Францию, ни в Голландию, ни в Скандинавию, ни в Британию. Традиция особенно не распространилась. Там полно разнообразных пончиков, которые умеют печь и сладкие, и несладкие, некоторые даже с дыркой посередине, но ничего похожего на вот этот обваренок, то есть на бублик или баранку, мы там не видим. Единственное исключение – это еврейские общины, когда они достаточно многочисленные в европейских городах, в Голландии, в Бельгии, во Франции. Ну, вот тогда еще что-то у них по части Бельглов получается. Хотя, конечно, однажды Бельглы сделали самый главный свой рыбок на Запад, через океан, в Америку, там стали буквально культовым гастрономическим явлением, ну, об этом попозже подробно и отдельно. А пока что движемся вслед за бубликом по его естественной дороге миграции дальше обратно на восток. Из Польши куда? В Литву, Белоруссию, конечно. И там по дороге встречаем город Сморгонь. Вот город Сморгонь в северо-западной Белоруссии, ровно посередине между Минском и Вильнюсом, традиционно его считают родиной баранок белорусских и вообще таких славянских, восточноевропейских. Исторически Сморгонь известна несколькими трагическими событиями. Это, в общем, довольно несчастное место. В 1812 году, в начале декабря, во время Отечественной войны с французами, именно здесь император Наполеон написал свой последний указ по французской армии. Это было через две недели после трагической его переправы через Березину. Это был как раз приказ об отбытии императора из армии в Париж и о передаче командования маршалу Мюратову. Сбежал Наполеон, а Мюрат остался командовать. Наполеон остатки армии бросил, потом она была разгромлена окончательно, как раз в этих самых местах. Больше трех тысяч человек сдались в плен, когда сюда пришел наступавший авангард русской армии. Потом тут размещалась ставка Кутузова, он ждал в Сморгоне известия о взятии Вильна. Первая мировая война. Тут случилась одна из первых газовых атак, устроенных Германской армией против российской. Был применен газ фазген, погибли сотни людей, почти четыре тысячи человек были отправлены в госпиталя, на всю жизнь сделались инвалидами. Между прочим, одним из пораженных газом под Сморгонью был штабс-капитан 16-го Менгрельского гренадерского полка Михаил Зощенко. Вот вы всегда думали, что Зощенко это вот просто такой веселый, печальный рассказчик каких-то коммунальных историй. Нет, был боевой штабс-капитан, пострадавший на фронтах Первой мировой войны. Ну, конечно, во время Второй мировой войны Сморгонь стала известна как место одной из самых страшных трагедий Холокоста Белоруссии. Дело в том, что еще в конце 19-го века она фактически стала еврейским местечком. Евреи тут появились еще в начале 17-го века, а по переписи 1897-го года в городе проживало 8908 человек, из них 6743 еврея, то есть больше 75% это еврейское население. И вот в 1941-м и в 1942-м годах здесь евреи были собраны в гетто, потом вывезены и уничтожены в концлагерях. Фактически все еврейское население и большая часть еврейской общины Сморгони была вывезена в Вильнюс или вот в городок печально знаменитый под названием Панары под Вильнюсом, где был устроен немцами временный лагерь уничтожения. Там их расстреляли. Вот именно еврейское население Сморгони сделало из баранок и из бубликов свой традиционный доходный промысел. Пекарей в городе было несметное количество в 30-х годах 20-го века еще, то есть непосредственно перед тем, как началась Вторая мировая война и как эти места были отторгнуты у Польши, в городе было в 30-х годах больше 60 пекарей, а городок-то небольшой на самом деле. Все занимались выпечкой баранок и сморгонские эти баранки везли в больших количествах крупные литовские города ко дню Святого Казимира, например, на знаменитую ярмарку в Вильне, в Калмас. Вильям Васильевич Пахлебкин, великий советский гастрономический историк, писатель и фантазер, в своей книге «Энциклопедия русской кухни» писал «Родина баранок, город Сморгонь в Белоруссии, где из заварного теста впервые начали делать узкие жгутики и выпекать из них обваранки». Почему он решил, что тут произошло это впервые, неизвестно. Он вообще был большой сочинитель. И многие факты в его книгах это, в общем, как теперь говорят, альтернативные факты. Он их смело выдумывал, когда ему не хватало информации. Но вот в данном случае тоже вычитал, что в Сморгонии, которая еще в 17 веке принадлежала богатому польскому роду Радзивиллов, это чистая правда, действительно принадлежала, была организована Медвежья академия, народное название промыслу от лова и дрессировки медведей. Тоже чистая правда была Медвежья академия. Но дальше он выдумал, что вот изначально баранки использовались в качестве лакомства для медведей в процессе их дрессировки. Ну, фантазер, конечно, решил как-то развлечь публику красивой байкой. Между тем, действительно, в середине 19 века сморгонские баранки были широко известны, и польский историк, краевед Адам Киркор писал о них в главах о восточных польских землях, литовском полесье и белорусском полесье для третьего тома знаменитейшего издания «Живописная Россия». Он писал, в Сморгоне Ашмянского уезда Веленской губернии едва ли не все мещанское население занято выпечкой маленьких бубликов или крендельков, пользующихся большой известностью под названием сморгонских обваранок. Каждый проезжий обязательно купит несколько связок этих бубликов. Кроме того, их развозят и в другие города. Мы уже несколько раз упоминали в разных историях сути еды вот это потрясающее совершенное знание «Живописную Россию». Оно называлось целиком «Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом назначении». Это было громадное девятнадцатитомное издание, колоссальная издательская затея, подготовленная товариществом «Вольф». До сих пор это огромная библиографическая редкость издавалась в самом конце девятнадцатого века в 1881-1901 годах. Там вышло девятнадцать томов, почти семь тысяч страниц, четыре тысячи рисунков, девяносто три разных автора участвовали в подготовке и уже в двадцать первом веке пытались это переиздать, но, в общем, адекватно переиздать не удалось. И я, конечно, с огромной благодарностью и удовольствием вспоминаю историческую личность по имени Ваврики Иосипович Вольф. Был такой издатель, книгопродавец, просветитель, владелец знаменитейшего магазина на углу Неглинной Кузнецкого моста. Этот дом, кстати, до сих пор сохранился, такой трехэтажный дом со скругленным углом, кто помнит. Когда-то там был ресторан Яр, а еще вот, собственно, знаменитый книжный магазин. И там появилось вокруг света старейшее русское просветительское издание. Я был его главным редактором 150 лет спустя. В 1861 году Маврик Иосипович Вольф его придумал. А нам вот пригодился в очередной раз в связи с баранками. Дальше Украина. Ну, что вам сказать? Достаточно, что Тарас Шевченко написал специальное стихотворение в 1848 году в ужасный и в то же время славный период своей жизни, когда он был в ссылке на острове Косарал, в оральской экспедиции, в солдатах. Вот на острове диком, страшном посреди Аральского моря теперь этого острова не существует, он слился с берегом, да, в общем, самого моря не существует Аральского, как мы знаем. У Шевченко случилась такая болдинская осень, и от этого времени осталось множество акварелей, рисунков и рукописей, стихотворений, среди которых, может быть, одни из самых знаменитых строчек Шевченко. Утоптала стежечку через яр, через гору Серденька на базар, продавала бублики казакам, вторговала Серденька пятака. Теперь это уже популярная песня, многие ее считают народной, нет, это стихотворение Шевченко, очень красивое, найдите, почитайте. Так что бублики в середине девятнадцатого века в Украине были самым привычным делом, прямо-таки, скажем, в казацком быту. Ну и Россия. Конечно, вот это вот бублик с маком в любой булочной за шесть копеек ближе к концу советской власти или за восемь, не помню точно. Пока он окончательно не исчез, баранки соленые в пивных стояках по копейке за штуку, сушки с маком, солью, простые, чистые, насыпом в развес из больших картонных коробов, все это мы помним, кто успел попробовать в поздние советские времена. Живы еще целое поколение людей советской молодости, которые готовы по этому поводу жарко ностальгировать. Но мы все-таки занимаемся историей, так что давайте углубимся в более далекие времена. При попытке исследовать историю российского бубликостроения вы немедленно попадаете на множество рассказов и легенд, действия которых разворачиваются на северо-западе России, примерно посередине между Петербургом и Москвой, там где располагался город Валдай. Этот город существует до сих пор, теперь он в Новгородской области, недалеко от озера Валдай. В 1770 году Валдай, собственно, получил статус города и расположение его посередине между Москвой и Петербургом было, конечно, чрезвычайно выгодное. Там процветали всякие ремесла и разные торговли для проезжающих. Прежде всего все вспоминают колокола и маленькие колокольчики валдайские, да, дар Валдая и всякое такое. И вот эти валдайские колокольцы и валдайские звоны, они прямо у нас на памяти. но вообще именно тут на Валдае впервые обнаруживается документированное определенное упоминание бублика. И это запись в учетной книге Валдайского Иверского монастыря. Он вообще был центром этих мест. И даже первоначальное село, которое на месте города образовалось, Валдайское селище, принадлежало этому самому Иверскому монастырю первоначально. И первоначально город назывался Богородицыно, тоже в связи с этим монастырем. И вот в книгах монастыря 1665 год, надо сказать, довольно скоро, после всего того, что мы с вами описывали про Краков, находим вот что. Среди списка покупок, поставок в монастырь, находим «Баранки и яйца приобретены для братьев в селе Богородицыно на 10 алтын». Видите, и в Кракове была запись о покупках, и здесь тоже запись о покупках, полезная вещь, очень помогает историкам. И вот оттуда Бублик распространился уже вширь, дошел до столицы, упоминается, например, в словаре, который составил Якоб Брюс, тот самый Якоб Брюс, который считается близким соратником и личным другом Петра Первого, он написал лексикон или алфавитный сборник речей с русского на голландский, то есть, грубо говоря, русско-голландский словарь, и там есть кренделик или бублик пшеничной, по-голландски кракелинг, вот, но вернемся к Валдаю, как мы видим, собственно, с 17-го, ну, или уж точно с начала 18-го века, там развился промысел печения всех этих бубликов и баранок и торговли для проезжающих, но тут я прошу удалить от динамиков детей и слабонервных. Судя по многочисленным свидетельствам, этот промысел приобрел довольно специфические, такие, чтобы не сказать, экзотические формы. Валдайским женщинам разрешалось торговать испокон веку этими самыми местными бубликами, если они были достаточно молоды и хороши собой. Разрешалось наводить красоту на лице, в процессе придорожной торговли. Более того, для них специально приобретали доступную тогда всякую косметику, это считалось делом обычным, необходимым, и покупали отцы семейств, серьезные люди. И вот городская общественность при содействии местных попов, она очень бдительно следила за тем, как организована эта торговля, и как вот эти самые молодухи, то есть, собственно, молодые матери или девушки незамужние торгуют этими самыми баранками. И был широко распространен, судя по записям, особенный, я бы сказал, маркетинговый прием для дополнительного привлечения покупателей. Этим торговкам-молодухам разрешалось дозволять покупателям целовать себя через дырку от бублика. Это был такой вот разрешенный бонус, такой вот рекламный элемент. За счет его цена на бублик с поцелуем оказывалась существенно выше, чем на просто бублик. Ну и есть серьезное подозрение, что торговлей бубликами с поцелуем дело не ограничивалось, и это было таким эфемизмом для обозначения, как бы это сказать, совсем другого бизнеса и совсем другого сервиса для проезжающих. И постепенно бублик, точнее баранка, которые часто придавали такую, как мы знаем, продолговатую овальную форму, она становилась своеобразным опознавательным знаком и символом, прямо скажем, некоторой секс-индустрии. И вот Радищев, Радищев, путешествие из Петербурга в Москву. Книга впервые опубликована в 1790 году, давно, в главе Валдай, пишет. Новый сей городок, сказывают, населен при царе Алексея Михайловича, взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяниных девок, всякого проезжающего, наглые валдайские стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать путешественники любострасти, воспользоваться его щедростью насчет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сия города, произведенной деревней сан-рауми других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые его жители. Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пробывании своем с услужливую старушку или парнем становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой ладе. Настала ночь, баня для него уже готова, путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственница ее, или соседки, отирают его утомленные члены, омывают его грязь, сие производят совлекшись с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Ужас какой, правда? А еще есть автобиографическая книга Гавриила Романовича Державина, все какие-то великие классики русской литературы, записки из известных всем происшествиях. Книга опубликована в 1812 году, несколько раз упомянуто село Валдай, и довольно свободные нравы, которые традиционно были характерны для тамошних молодых крестьянок. Ну и наконец Пушкин, как известно наше все, тоже не прошел мимо этой темы, еще бы он прошел, хорошо известное его стихотворение, которое принято называть «Из письма к Соболевскому». Этот Соболевский был такой известный библиофил, издатель, автор множества всяких едких эпиграмм, близкий друг Пушкину, и Пушкин очень любил с ним переписываться на всякие, я бы сказал, фривольные темы. И вот он пишет. «Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных, дорогу убранил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы сего священного чувства посылаю тебя мой итинерар от Москвы до Новгорода». Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Ну, вот, собственно, и дальше знаменитое гастрономическое стихотворение Пушкина, которое многие помнят по начальным строкам. «Угальяне Это довольно хулиганское произведение, прямо скажем. Хулиганство начинается прямо с первой строчки, потому что «Угальяне» это реально существовавшая тогда итальянская гостиница с рестораном, довольно популярная. Вот «Кальони» никакого не было, «Кальони» это и по-итальянски яйца, в самом, так сказать, физиологическом смысле, вовсе не куриные. Так что Пушкин тут сразу берет эту фривольную ноту, и вот финал стихотворения. «Валдае спроси, есть ли свежие сельди, если же нет, у податливых крестьянок чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и скорее поезжай». Похожи эти баранки к чаю, которые предлагаются веселому путнику, это что-то очень особенное и не вполне съедобное. Ну и еще чуть позже эти крестьянки с воображаемыми баранками, они опять появляются в путешествии Онегина. Это глава из «Евгения Онегина», которая так и не вошла в классический текст романа. Написано в сентябре 1830 года в пору той самой легендарной Болдинской осени. И вот там пред ним Валдай, Торжок и Тверь, тут у привязчивых крестьянок берет три связки он баранок, здесь покупает туфли, там по горным Волжским берегам он скачет сонный, ну и прочее, и прочее, и прочее. Ну, наконец, все это полирует Александр Дюма, тот самый Дюма-отец, автор «Трех мушкетеров» 20 лет спустя и прочей всякой королевы Марго. У него есть автобиографический роман под названием «Ле мэтро д'арм», то есть «Учитель фехтования», опубликован в 1840 году и написан после путешествия в Россию. И там есть вот такой фрагмент. «На другое утро мы проснулись в так называемой русской Швейцарии. После неизменных равнин и огромных еловых лесов перед нами лежал живописный край с озерами, долинами и холмами. Город Валдай, столица этой северной Гильвеции, находится от Петербурга, на расстоянии приблизительно равном 90 лье. Едва мы въехали в этот город, как нас окружили торговки с пряниками, напоминавшие мне уличных девиц в Париже. В самом деле девушки эти были в коротких юбках и, как мне показалось, не столько занимались торговлей, сколько ремеслом, не имеющим с ней ничего общего». Ну, кажется, мы уже точно знаем, что это были никакие не пряники. Не разглядел Александр Дюма, он вообще был на самом деле не очень наблюдательный. Опять те самые веселые баранки и бублики символической формы, так сказать, и символического значения. Конечно, очень заманчиво было бы связать весь этот развеселый обычай валдайских девиц, торговать не только бубликами, но и дырками от бубликов для поцелуев проезжих господ. Вот с расхожим выражением, хорошо известным в русском языке, дырка от бублика для обозначения какой-то сомнительной, обманчивой и даже фиктивной ценности. Маяковский гораздо позже, в 1918 году в своей «Мистерии Буф» пишет «Чего кипятитесь? Обещали и делим поровну одному бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика». Десятилетие спустя обнаружим эту дырку от бублика уже в романе «12 стульев» Ильфа и Петрова. Помните, там гомерически смешная сцена первого столкновения Остапа Бендера с отцом Федором Востриковым. И вот в разгар этой перепалки Остап перепуганному служителю культа кричит «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава дырка от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат. Искать не надо. А? Дверь заслужителем культа закрылась, удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Чудесная совершенно сцена, очень живописная. Пекарни и прочие мелкие продовольствия и предприятия и производства стали в это самое время, в конце двадцатых годов, когда написаны «12 стульев» одним из самых распространенных видов бизнеса. Это была эпоха НЭПа, и бублики с прочими баранками обещали при правильном подходе быстрое, несложное обогащение. Собственно, мука, вода, дрожжи, соль, сахар, печка или хотя бы домашняя духовка поначалу, и все, можно идти на улицу с лотком, сооружать прилавок на базаре. Поэтому развелось в НЭПовской России столько бубличников. в конце концов на этой почве вырос даже своеобразный фольклор. Прежде всего, что песня «Бублички», помните? Очень популярная в середине 20-х годов. Купите ж бублички, корядь бублички, гоните рублички сюда скорей, и в ночь ненасную меня несчастную, торговку честную ты пожалей. Текст был написан как раз вот в НЭПовскую эпоху, 1926 год. Такой был очень популярный поэт Яков Ядов. Писал он это то ли в Одессе, то ли в Харькове, разные исследователи сомневаются, где именно это было написано. Похоже, этот Ядов был автором слов огромного количества всяких песенок из тогдашнего полублатного шансона НЭПовских времен. Там, «Цыпленок жареный», «Мурка», «Гоп со смыком» это вот все этот Ядов и «Бублички» тоже. Так что это символ эпохи НЭПа в Одессе и неудивительно, что песня пользовалась такой популярностью гораздо позже, уже в послевоенные годы, когда пошла первая волна эмиграции в Палестину, в Израиль, только что организованные оттуда в Америку. Песня «Бублички» перенеслась через океан и эмигранты ее привезли в Нью-Йорк на Брайтон-Бич знаменитый, в Бруклин, в Квинс. Песню перевели на идиш, переименовали в «Бегеле», как, собственно, бублики называются на еврейский манер. Потом ее спели «Сестры Берри», популярнейший в 50-х годах джазовый дуэт, причем они с этого начали, их, собственно, на этих бубличках, на этих «Бегеле» их поймал их первый импресарио, который поразился тем, как они замечательно на идиши. Это потом так и осталось их такой специализацией, они много пели и на идиши, и по-русски, хотя по-русски, на самом деле, в быту не говорили ни слова. Вот они, собственно, на этих «Бегеле» расцвели. Впрочем, эти бублики оказываются важным символом нэповского времени и для 12 стульев особенно, и мы с вами помним, одесская бубличная артель «Московские баранки». Удивительная формула, которая очень как-то застревает в памяти. На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки, выдававшиеся по нужде за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. Вообще существует даже теория, что это одесская артель «Московские баранки» это тайное послание читателю, которое передает истинный автор романа. Истинный, а не мнимый, потому что есть конспирологическая легенда, согласно которой настоящим автором «Двенадцати стульев», кстати, как и «Золотого теленка», являются вовсе не советские филеетонисты из газеты «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров, и даже не Валентин Катаев, который по всем известным рассказам подарил Ильфу с Петровым сюжет романа, а не больше, не меньше, как Михаил Булгаков. Идея безумная, много раз опровергнутая, но у него есть целая подпольная армия почитателей, и они уверяют, что одесская публичная артель это филеетонисты и одесситы, то есть, собственно, Катаев, Ильф и Петров, а московские баранки это филеетонист Булгаков, который любил сильно одеваться, как вот этот молодой человек, на вывески, писал филеетоны очень быстро, у него фактически был в руках сказочный рок изобилия, который характеризует эту самую булгаковскую скоропись. И вот эта вывернутая рука это булгаковский прием мистификации, это зашифрованность текста, когда роль повествователя передается совсем постороннему человеку. Так что вот, тут много еще и литературных тайн. На этом, на литературной этой тайне так до конца не раскрыты. Давайте остановимся, потому что бублики разных стран и народов, про них можно рассказывать вечно. Так всегда бывает, знаете, чем проще предмет, на первый взгляд, тем незмысловатее он на ощупь и на зуб, и тем он оказывается богаче внутренне, и исторически, и символически. Но тут изумленный мой слушатель закричит, минуточку, минуточку, погодите, а где же Бейгл? Где вот этот самый знаменитый в современном мире бублик, вот этот нью-йоркский Бейгл, легендарный с маслом, с джемом, со сливочным сыром, точнее, вот с одним из многих десятков сортов сливочного сыра, улучшенный разнообразными специями, добавками, зеленым луком, чесноком, укропом, клюквой, и, в конце концов, самый популярный Бейгл с сыром и с копченым лососем. Где это все? Узнаете про это отдельно. Я вам обещаю специальный самостоятельный выпуск, особую серию про американский Бейгл, потому что история его необыкновенная, она действительно очень живописная, очень богатая и очень серьезная, потому что этот Бейгл сыграл особую роль, вы не поверите, в истории американской юриспруденции и профсоюзного движения. Вокруг него разворачивались грандиозные классовые битвы. Ну, это спойлер, это я потом вам отдельно расшифрую, мы же никуда не торопимся, мы еще успеем, потерпите, ну, не в следующий раз, а как-нибудь, когда, к слову, придется, через несколько выпусков вернемся. А история Бублика, она, собственно, вот. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами тут про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории, поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти, там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой гастрономической истории останется нерассказанной. Ссылки на Патреон и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Спотифай, на Тюныне, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok